МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Комитет державного контроля выявил порушение на территории Наравлянского спецлезгаса. 8 краин Европы и тысячи километров. Гомель сустрел автопробег ралли Миру-2019. Сила духу и сила воли. Сегодня стартовала областная спартакеяда по паралимпийских видах спорта. А сейчас об этом и иншим больше подробностям. Центр реабилитации и клуб светлотехники перенесутся на территорию предприемства. По библиотеке вопрос открытый. Сегодня затекавленные боки обмерковали актуальное питание, которое в последний час турбует неведущих людей. И вызначили шляхи выращения каждой ситуации. Площа двухповерхового будинка свыше 1300 квадратных метров. Тут размещается Центр реабилитации инвалидов по зроку, клуб библиотека. Обслуговать такую территорию, забеспечивать теплом, электричностью дорого. У вынеку повышается кошт, вырабляемый на светлотехнице продукции. Выйсти – перенесть все на другий поверх завода. Там сделают ремонт за гроши, которые отримают от продажи будинка. Клуб в месяц наведывают всего около 30 человек. Тому проблемы с проходом великой колькости людей на территорию завода, после переноса туда клуба, докладно не возникнет. А работа у всех гуртков и объединений, как и ранее, будет финансоваться в полном объеме. Действительно, мы считаем сейчас деньги. Клуб на сегодняшний день занимает 20% площадей предприятий. И это надо топить. Топить или электричеством обеспечивать. То есть это все ложится на себестоимость продукции, которая возрастает. И когда в советское время это все было копейки, тогда было понятно, что мы могли топить что угодно за копейки. То сейчас это очень дорого на сегодняшний день. И мы делаем все возможное, чтобы это как-то уплотнить. Но, повторяюсь, организация и предприятие в том числе созданы для того, чтобы люди могли не только работать, а могли в шахматы играть, в хоре петь, плавать, революционной работой заниматься, компьютером обучаться. Вот не зря есть программы. И мы для этого и существуем. Еще одно актуальное питание – изменение инфраструктуры для предприемства и дома малосемейного типу, в котором проживают тотально слепые и инвалиды по зроку. С правой тем, что в межах инвестпроекта по будильнице гипермаркета на скрыжевании в улиц Советской и Яфремова предусмотрено по ширине проездной частки, перенос припыночного пункта гароэлектротранспорт и скоростный проезд для технологичного транспорта. Будет перекрыт традиционный проезд со стороны магазина «Корона». Значит, сквозного проезда уже не будет. Будет осуществлен перенос остановочного пункта по четной стороне улицы Советской, со стороны предприятия «Светотехника» на 17 метров вперед. И сегодня коллегиально, с участием городских и районных властей, наконец-то вроде как нашли какой-то общий консенсус. Тот заезд улицы Советской, который планировался ранее в проектной документации, будет перенесен за остановочный пункт. Таким образом, пути движения тотально слепых или людей с ослабленным зрением не будут пересекаться с движением транспорта. У любым выпадку головное – уличность интереса и потребности инвалидов по зроку. Уладкование додатковой безбарьерной территории для неведущих людей по большей спертиприемством «Светотехника» плануется завершить до конца липеня. Марина Джала, Евгения Кухарона, Кігар Марышченко, телерадио «Компания Гомель». Комитет державного контроля Гомельской области выявил еще одну буйную несанкционованную звалку. Неизвычайность ситуации в том, что складировала отходы организации, якая повинна вводить парадок – Наравлянский спецлезгаз. На место выехал наш корреспондент Олег Сюнтьюроу. У комитета державного контроля эту проверку называют позаплановой. У минулого месяца его специалисты выехали в Наравлянский район для того, как познаемница со станом справа у местного спецлезгаза. И практически одразу выявили факт творения лесниками буйной несанкционованной звалки. Причем на территории, где они повинны потреблять постоянный парадок. Комитетом государственного контроля Гомельской области в ходе проверки Наравлянского спецлезгоза был установлен факт, когда лесхоз, в обязанности которого уходит защита и охрана леса, сам же его загрязнял. В ходе ремонта одного из лесничеств он вывез и захоронил в лесном массиве более 900 тонн строительных отходов, боя кирпича, шифера. Эта история почалась уже не вне 2017 года. Увезцы Антонов неколега, это был довольно великий населенный пункт, а ле после чернобырской катастрофы значная частка местового населенства переехала у иншей местины. Отповедно незапотребованным, оказався и будинок школы, некаких наученцев стали возить на занятки у суседнюю вёску. Як выник, яго передали лесгазу, який частку побудовы знёс, а у остальных помешканьях выросил размясить лесничество. За два месяца эту идею реализовали на практице, только вот будавничные отходы вывезли не на полигон, хоть на этой и были предугледжены отповедные сродки, а у лес, что заявилось прямым порушением природаховного законодавства. Убачить эту звалку с дороги практически немогчимо, что в принципе не дивно. Лесники добрые ведутся мясцовость, а тому будавничные отходы хвалим это на кирована, а маль 950 тонн сметя вывозили на протягу практически двух месяцев. За минулый час у лесгазе отбылись кадровые змены. Папередний директор, по инициативе якого была створена гэтая звалка будавничных отходов, он на роли уже не працуя. Нового призначили из иншого района и у сего крыху больше месяц. Тому каже, что до приезда специалиста держа контролю, об этом выпадку навод ничего не веду. Зараз проверка спецэлезгаза протягивается, але по слову простойников КДК предприемство може отырмать штрафу по мере до тысячи базовых величин. При этом у любым выпадку звалку придется ликвидовать, а на забродженной отходами территории навести парадок. Планировали и раньше мы на подсыпку дорог, трошки нас не получилось со временем, а сейчас бы начнем уже вывозить на пониженные места для подсыпки дорог лесохозяйственных. Мы уже приобрели МКДОР, в лесхоз нас не было, а сейчас приобрели, техосмотр пройдем и начнем тут работать. Олег Сентяров, Валерий Гопанько, телерадио «Компания Гомель» на Равлянский район. Свято спорту и сябровство уже завтра. Гомель рыхтуется принять эстафету полымя миру других европейских гульняв. Урочистая церемония сустрэши отбудется 5 червяня в 16.40 хвилин побачь с лядовым палацем. А у 17.10 факелоносцев чакают на фабрице «Спартак». Тут для сустрэча эстафеты подрыхтовали шоколадный факел по мерам саправдны. Затым колонна накируется по улице Советской. Побач с цирком витать ее удельников будут акробатичными номарами. Прикладно 18.15 хвилин полымя миру сустрэнуть на угоходзе у палацова парковый ансамбль. Факелоносцы накируются по киусским спуску до помника первому гомельчанину. Затым подымутся на назиральную вежу. Тут отбудется передача огню. Далее празмост факелоносцы пробегутся до эстакады палаца и отправятся на площадь Ленина. Тут у 19.01 стартует урочистая частка мероприемства. Концерт, який распочнется великим парадом духовых оркестров. На наступный день, 6-го червяня, у 9.40 хвилин, факелоносцы сберутся каля лядового палаца, откуда отправятся в детячую областную больницу. Наступными кропками маршрута станут предприемства «Беларусь-Нафта», «Гомсельмаш», «Дома-Будовничий комбинат». Усяго ж по нашей в области эстафета огню будет подорожничать до 10-го червяня. Маршрут пройдет Прозжлобин, Мазыр, Туров и Национальный парк Припятский. Далее полымя миру накируется у Минскую в область. Де 11-го червяня эстафету будет примать Солигорск. В найбуйнейшем мультиспортивном форуме континента приймутся дел больше за 4 тысячи спортсменов с 50 краин. Они разыграют 200 комплектов узнагарот у 15 видах спорта, а так само лицензии на Олимпиаду 2020 у Токио. А напередодни Гомель наведали удельники автопробегу «Ралли миру-2019». Колонна электромобилев припарковалась на площади Паустанья. За плечами удельника у 8 краин Европы и тысячи километров стартовал пробег у князстве Монако. Маршрут пролягал Прас-Францию, Италию, Сан-Марына, Хорватую, Венгрую, Словакию и Польшу. У Беларуси колонна проехала Прас-Брест с наведыванием Брестской крепости, агрогородок Мир и Минск. У столицы удельники наведали полигон Академии наук Беларуси, где ознайомилися с узорами беларуского электротранспорта. На площади Паустанья пройшло узнагароджение в Андроуниках, после чего они отправились в Россию. Мы очень довольны, потому что, во-первых, мы проехали через всю Беларусь. Многие люди здесь впервые увидели и города, и увидели природу. Поэтому эмоции очень положительные. Все говорят, хотели бы один день, чтобы Беларусь, то есть Минск еще остановиться, чтобы выспаться чуть-чуть, смотреть, как люди живут, и что интересно в Минске. Но во время соревнований не всегда получается, что туризм – это одно дело, а соревнования – это другое дело. Финишуя ралли Миру 2019 в Санкт-Петербурге. Там удельники электромарафону примутю дел в Международном экономичном форуме. У Гомеля пройшел областный Батьковский сход у телеэфиры. Это уникальный у масштабах краины суместный проект телерадиокомпании Гомель и Головного управления аддукации Аблова-Канкама, який стартовал в 2016 году. Подрыхтовка до спецвыпуска упачалась некольки месяцев тому, когда в районах Гомельщины открыли сбор вопросов от родителей. Ауторы наибольших актуальных звонков отримали махшимость принять этот дел в задымках телепроекта и задать свои вопросы специалистам. Экспертный совет узначалил начальник Головного управления аддукации Гомельского Аблова-Канкама Сергей Порошин. До него долучились все керовники ведущих установ аддукации региона, медики, специалисты, которые отказываются за занятость и оздоровление школьников. Традиционный Батьковский сход в телеэфиры – это два блоки вопросов. От ведущего Александра Гавейки и представителей Батьковских комитетов. Все лета Батьковский сход обмерзвел два основные вопроса. Они и будут в центре уваги спецвыпуска в ток-шоу «Головная тема», которая уже совсем худко выйдет в эфир телеканала «Беларусь-4». 5 червяня в 19.20 размова по диабвыниках навучального года, правоориентации и уступные гонцы 2019. 19 червяня в 19.20 в центре уваги оборона детинства и беспечные летние каникулы. «Мой дом, моя крепость» – вядомую примоку Жахар Цераховки у васобе у житё. Мужчина свой дом стилизовал подсередня ветша. Трохметровая брама, гербы с символикой и альтанки – побудованные по водле технологий прадедов. Як звычайный сельский дом переутворился у сядибу за авторским стилем? Убачили наши корреспонденты. Ого! Кого я вижу? Здравствуйте! Проходите, пожалуйста, ждём вас в гости. С порога, зрозумела, господар – человек творчий. У экстерьеры сядибы множество дравляных упражнений. Аутерские шпакуни, фигурки живёл и навод паштовая скрыня на воротах у отмысловом стиле. Сам плод – гамаль трехметровой вышины, нагадывая у вахот у середневековую крепость. Всё родилось само по себе. То есть где-то одно увидел, где-то второе увидел, где-то то понравилось, где-то это. И решил построить забор такого плана. Это мушкет старинный. Само основа – это дерево. Здесь металлические трубки. Побыч колчан со стрелами, оборончий щит и навод гармата на колах. Тут же гербы с розной символикой. Амаль усё рабил сам. С часом подтягнулися на допомогу и соседи. У духу минулого тут и плетяные платы. И навод пудела у огороде со своим характером. И еще один колоритный элемент садьбы – альтанка. Усё с дерева. Своими руками. Уникальная деталь – дах. Створенный пострадавней технологии с природного, чаротового треснягу. Головная группа поддержки Юрея во всех починаниях – жёнка Галина. За всюди допоможи и парады, и музычным сопровождением. Муж молодец. Труд, конечно, великий. Всё, досточка каждая обработана руками. Всё сложено, всё придумано. Печь русскую сложили, потому как это традиция в деревне. Вы знаете, здесь дышится хорошо, живётся хорошо. Отдыхаешь душой. Дарыш, зроблено всё литерально за год. До этого господары амальтрысы с годов были горожанами. Жили у областном центре. Однако с годами всё больше тягнуло на малую родимую батьков. Планов у Юрея ещё шмат. На шарзе – будауниство дозорной вежи. Любовь к дереву у меня вообще зародилась ещё с детства. Отец занимался столярными изделиями. Дерево, оно притягивает к себе. Оно даёт какой-то заряд эмоций. Теплота и энергия всё-таки исходит из самого материала дерева. Фантазии и господарский пыдыход Юрея не обмяжёвываются уластным подворком. Многое маэстер заробил и для вёски. Не отдал на шистью мелиорацийный канал. Доброупорадковую прибережную полосу. И заробил драуляный мост. А побачь высадил по сотне абрикосов, яблень и слив. Кажахутка мясовый жихаро. Фруктовый сад будет радовать плодами его працы. Ганна Ковалёва, Вольга Коновалова. Телерадиокомпания «Гомель» при поддержке агентства «Телёновин». От здоровья кожного до здорового громадства. Инициатива по такой назве реализуется у рамках проекта «Профилактика неинфекционных захворюваний. Пропаганда здорового ладу життя. И поддержка модернизации системы оховы здоровья в Республике Беларусь». Головная задача инициативы – повышение рухольной активности людей с инвалидностью. В рамках её реализации сегодня у «Гомеля» стартовала областная спартакеада по паралимпийских видах спорту. На протягу двух дней вызначать мощнейших будут лёгкие атлеты, цеплавание, настольное теннис и боча. Удельничают около 90 человек. За их большинство – инвалиды-спинальники. Нас в поборнестве запросили не только Жахару Гомельской, а и так само Могилёвской и Витебской областей. Очень важная проблема на сегодняшний день, я считаю, не только в Республике Беларусь, но и, наверное, во всём мире – это привлечение особенно молодёжи к здоровому образу жизни. И мы, как общественная организация, пытаемся внести свой вклад в работу государственных структур по объединению, в укреплении межведомственных отношений в этом направлении и межсекториального партнёрства, то есть и государства, и общественных организаций, чтобы решить проблему конкретного человека и более активно их втягивать в социум. Даришь на конкурс инициатив поступило больше за 300 заявок. Пераморцев – только 25. и сироты их – областное громадское объединение «Инвалиды-спинальники». Эта инициатива имеет особое, наверное, значение и была отмечена конкурсной комиссией, получила поддержку в рамках проекта «Белмед» из средств Европейского союза, поскольку она развивает и направлена на повышение двигательной активности и развитие паралимпийских видов спорта именно на местном уровне. Подобные споборниства становятся доброй традицией для нашего региона. Наступные масштабные старты будут присвечены Дню Незалежности. Эти и другие новинки вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен. Спасибо вам за увагу и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто». В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Следствие установило подозреваемого по делу об утоплении ребенка в колодце в Калинковическом районе. Напомним, трагедия произошла 30 апреля в деревне Замосте в вечернее время. Ребенок вышел со двора дома погулять. Позже его нашли в водопроводном колодце, частично заполненном водой. Мальчик утонул. Отверстие колодца было закрыто щитом из ветхих деревянных досок, которые не выдержали вес ребенка. Уголовное дело по статье «Служебная халатность» возбуждено в отношении мастера участка Бобровичи предприятия «Коммунальник Калинковичский». Расследование продолжается. Управление Следственного комитета по Гомельской области собирает информацию о наличии на территории региона, не оборудованных люками водопроводных и технических колодцев, которые представляют опасность. Граждан, обладающих информацией о месторасположении таких объектов, просьба сообщать по телефону, указанному на экране. Печальные информационные поводы почти ежедневно дает дорога. В Реческом районе водитель уснул за рулем, двое человек получили травмы, один погиб. 3 июня, примерно в 13.30, водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген Туран» и двигаясь по автодороге «Октябрьский парич и Речица» в сторону города Речица, начал засыпать на ходу и съезжать направо по ходу движения обочину, где совершил наезд на стоящий автомобиль «ГАЗ», в котором находилось три человека. Затя ДТП, водители автомобиля «ГАЗ», а также два его пассажира получили травмы, с которыми были доставлены приемные покои Реческой центральной районной больницы. Как стало известно позже, водитель «ГАЗа» скончался в больнице. Самодельный пистолет и 10 патронов к нему взяли правоохранители у сельчанина из Житковичского района. Милиционеры предполагали, что мужчина может хранить дома охотничье ружье. К нему пришли с осмотром. Оружие и боеприпасы нашли под печкой. Экспертиза показала, что пистолет изготовлен самодельным способом и является ручным стрелковым годкоствольным оружием, а изъятые патроны по калибру подходят к нему. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. На этом пока все. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь4Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Беларусы завоевали серебряную награду первенства Европы по современному пятиборью среди юниоров и юниорок. Соревнования проходят в Польше. Второй результат в смешанной эстафете показали воспитание Гомельского областного центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта Никита Горностаев и минчанка Екатерина Сукора. В Гомеле прошел первый этап чемпионата Беларуси по пляжному волейболу. Как отметили организаторы, соревнование долгожданное. Республиканские старты не проводились в Гомеле несколько лет. Как итог, нынешний чемпионат собрал немало поклонников пляжного волейбола со всей страны. 23 команды выясняли отношения в мужском турнире среди женщин. За победу боролись 10 коллективов. Многие из участников, к слову, являются призерами республиканских и международных турниров по волейболу. В нашем этапе участвуют победители чемпионата республики 2018 года и победители даже этапов международных. Это такая пара мужская наша, Дедков Петрушка из Минска, представляющая волейбольный клуб Минск. Ну а среди девичьих команд у нас участвуют призеры чемпионата и Кубка Республики Беларусь. Порядка 150 спортсменов приняли участие в открытом Кубке Полесье по плаванию в категории «Мастерс». Соревнования проводились в Гомеле во второй раз. В нынешнем году турнир приобрел официальный статус чемпионата Беларуси. Награды оспаривали любители и бывшие спортсмены из Беларуси, Украины, России, Польши и Литвы. Участвовали в турнире и спортсмены с ограниченными возможностями. Мы в этом году имеем гораздо больше участников, чем в прошлом году и надеемся, что мы и в следующем году будем иметь тоже новых участников нашего турнира. Так что турнир точно не будет последним и будет развиваться. Отмечу, что гомельская команда «Желтая субмарина» одна из сильнейших в Беларуси в категории «Мастерс». Гомельчане в минувшем году выиграли Кубок Беларуси. В нынешнем сделали заявку на повторение этого успеха, одержав победу на первом этапе, который прошел в Гродно. Воспитанники гомельской из душер номер 4 стали вторыми на первенстве Беларуси по прыжкам на батуте. Возраст спортсменов 12 лет и моложе. Команда юношей выиграла общий зачет. Победителями стали Антон Казакевич, Ярослав Фурс, Роман Прохоренко и Никита Герасименко. В личном зачете Ярослав Фурс взял золото, а Роман Прохоренко – серебро. В синхронных прыжках не было равных гомельскому тандему Прохоренко-Казакевич. Виктория Галузина, Арина Грапова, Марица Гаарян и Ксения Яночкина заняли третье место в общем зачете состязаний девушек. В индивидуальных прыжках медалисткой стала только Виктория Галузина. У нее бронза. В общем зачете сборная команда Гомельской области уступила только дружине Витебского региона и заняла второе место. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.